всем приветики хотел бы еще немножко показать настроек для нового интерфейса стима на самом деле здесь все просто я уже даже привык единственное что нужно немножко настроить к примеру изначально у вас все будет выглядеть вот так и здесь много всего получается и кстати когда гордаешь этот список подлагивает потому что загружаются значки вот сейчас где загружено там не лагает а час во всем ползнуков ну двигается вот оно так движется кусками потому что подгружая значки но когда оно их подгрузила нужно много сейчас сверх agricultural даем не лагает потому что значки про грузились а когда много грузит ниже вот пошли лаги она уже еле двигается и кусками двигается но когда значки загрузились Dieu чувア уже нет изначально у вас так будет вы поставьте галочку показывает только «Установлены игры», и у вас сразу покажет только то, что вам установлено. Плюс нажмите на эту стрелочку и выберите «Программы и инструменты», чтобы она все показывала. Потому что у меня, вот, например, есть программы и инструменты. Если галочки не стоят, не стоят — их не показывают. А когда стоят — все показывают. А если вам надо что-то установить, тогда, наоборот, убирайте вот эту вот штуку, выбираете то, что вам нужно установить, находите, устанавливаете и снова включаете галочку, что проще было. Либо вообще можно написать в поиске, например, вот прототип. И он уже, если не установлен, его покажет, потому что, когда вы ищете, отменяются все фильтры. Ну, то есть все, что вы там настраивали, потом просто нажимаете крестик, удаляется ваша надпись поиска, и все. И вам показывает то, что у вас было настроено. Вот. Затем, если вам нужны инструменты, например, вы просто убираете игры, оставляете инструменты и убираете вот эту галочку, и вам показывают все инструменты. Когда установили, ставите обратно галочку и обратно добавляете все остальные галочки. Вот. Если надо, что там? Скрытые игры. Вот здесь они все находятся. Вид скрытой игры. Если проигрыватель, музыка. Вот он здесь. Нажимаю на все эти точки. Вот она, вся музыка. Это страничка. Здесь тоже все понятно. Это обновление тех игр, которые у вас установлены. Либо те, в которые вы когда-то играли. Ничего лишнего здесь не показывает. Только все, что связано с вашими играми. И это не отключишь. А вот это все. Все эти категории можно удалить. То есть вот, например, у меня есть избранное. Это я добавил. Можно удалить. Коллекции. Тоже можно удалить. Здесь вообще все можно поудалять. А можно добавить. Вот я добавил список коллекций. Добавил избранное. Ну и плюс галочка. Вот эта вот галочка установленная тоже влияет. Если она не нажата, то здесь показывает все, что у вас есть. Вот он список всех игр. И когда грузит, значки естественно подлагивает. Когда прогрузит, все уже не лагает. Но я ставлю обычно галочку. Мне показывает только то, что установлено. Вот это все, что у меня стоит на компьютере сейчас. Вот. А чтобы это не лагало, бывает, когда задержу загрузки. А потом обратно нажимаешь на библиотеку. Черный экран. И тогда приходится двигать такой ползунок. Здесь прорисовывается. Потом здесь ползунок двигать. Тут прорисовывается. Чтобы этого не было, идем в настройки. И выбираем в интерфейсе убрать рендеринг с помощью видеокарты. Из-за него именно эти вот черные экраны. Плюс вот эту галочку ставим. Возможность отображать адресную строку, потому что она не стояла. Оформление уже не убрать. Оно считается стандартным. Ну и здесь уже все под себя остальное настраиваете. Но здесь все нормально. Просто убираем вот эту галочку. Она вот так стоит по умолчанию. Убираем вот эту, вставим вот эту. И в библиотеке ставим упрощенный режим. Он отключает эффекты. И это как бы улучшит как бы загрузку всего. То есть, например, вот если посмотреть, допустим сюда. Сейчас полоса такая непрозрачная. А если убрать упрощенный режим, она станет прозрачной. Ну вообще, то есть добавляются эффекты. Это дополнительная нагрузка будет. Поэтому ставим упрощенный режим, чтобы меньше логало. Оно так и пишет, улучшает производительность. То есть, меньше нагрузка на процессор будет. И плюс я поставил еще значки. То есть, вот мы переходим в библиотеку. У меня все значки маленькие. А по умолчанию они стоят, по-моему, автоматически. От ширины окна зависит. То есть, вот огромные они стоят. Это неудобно. То есть, они сейчас стоят в большом режиме. Можно настроить на средний. Это будет вот так. Но я поставил самый маленький, чтобы больше влазило иконок. Ну или вот так я посмотрю и увижу все свои игры. Или вот так посмотрю. И мне придется долго гордать. Ну разница как бы есть. А потому что красивее. Лучше рассмотришь. Но главное компактность. И все в принципе. Все понятно. Все просто. Здесь любые разделы настраиваются, как хочешь. Можно даже какие-то фильтры прописать. То есть, вот, например, сюда. Допустим, бесплатно. Или... Нет, здесь не пропишешь. Но где-то я прописал. Я уже сейчас даже не вспомню. Но фильтры есть. Я где-то искал фильтры какие-то. Вот в данный момент я не скажу, где. Но здесь удобнее стало. Можно сюда добавить любые разделы. Можно удалить любые разделы. Например, вот я добавил эти два. А эти стандартные были добавлены. Можно их поудалять. То, что вам не нравится. Здесь тоже все настраивается. А, вот. Вот сюда я нажимал. То есть, вы можете искать даже по фильтру. Вот, например, нужна вам, допустим, игра одиночная. Нажимаете, он показывает все одиночные ваши или многопользовательские. Или, допустим, те, которые у вас есть бесплатные игры в библиотеке. Вот. И вам показывает все ваши игры в библиотеке, которые бесплатные. Потом нажимаете на крестик. И этот фильтр удаляется. Все. Ничего нету. То есть, ну, удобно все стало. Вот. Можно сюда нажать коллекции и появится. Можно создать новую коллекцию. Будет обычная, которая не будет изменяться, а будет постоянная. То есть, например, вот игры фри-фри-фри-фри-то-плей. То есть, бесплатные. Это будет динамическая. То есть, она будет постоянно изменяться. То есть, та, которая обычная. Вот. Какой вы создали, такой она будет всегда динамическая. Все игры, она всегда будет изменяться. То есть, теперь у вас есть категория, коллекция, вот, фри-то-плей. И она динамическая. То есть, если вот в избранном только то, что вы добавили, то в фри-то-плей будет всегда добавляться все, что связано с тегом бесплатной игры. Вы можете любой тег добавить. И туда, в эту категорию всегда будет добавляться то, что связано с этим тегом. Вот. И вот это вот все мои бесплатные игры на аккаунте. И установлены, и не установлены. Если нажать галочку, то только установлены. Вот они все, бесплатные игры. Если добавлю новую игру на аккаунт, так как эта коллекция динамическая, сюда еще одна добавится игра. То есть, это максимально удобно. А то, что многим не нравится, то, что игры бесплатные видны. Наоборот, хорошо. Потому что вы видите все игры, которые у вас есть на аккаунте. Если они вам не нужны, вы можете через зайти в информацию об аккаунте и повдалять вам то, что вам не нравится. И тогда этого у вас уже не будет на аккаунте, потому что вы удалите. А так, наоборот, вы видите то, что у вас есть. И это круто. И эта коллекция, вот он теперь здесь отображается. И можно минусиком закрыть, плюсиком открыть. Если вам она не нужна, вы можете ее просто удалить. Все. То есть, все максимально удобно. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедово.